Приветствую вас и мужчины-бабняки, как правило, достаточно редко являются таковыми по доброй воле. Потому что, несмотря на то, что бытует мнение, что мужчины это завоеватели, что им все времена что-то новое, тем не менее, сама потребность вот в этом новом, и мы здесь говорим, конечно, в контексте женщин, вытекает из постоянного подтверждения своей собственной уверенности, как в мужчине, для человека, когда он вступает в интимную связь с новой женщиной. То есть, раз за разом вступая в связь лично, мужчина доказывает себе, что он способный, что он сильный, что он неотразимый и прочее. Тем самым, он течет свое самолюбие, течет свою гордость, повышается на оценку и прочее. И мужчина, о котором вы говорите, скорее всего, борется так с своей неуверенностью в себе. У него есть своего рода комплекс, вот он говорит, я такой, такой, такой. То есть, ему самому не нравится его поведение. С точки зрения психоанализа, у мужчины есть тень, то есть тень – это набор характеристик, отрицаемых основной личностью, значит, которые периодически дают о себе знать. Человек такой вроде бы и не хочет делать какие-то вещи, поступать определенным образом, но при этом поступает. А потом об этом жалеет и себя ругает. Соответственно, тень выражается в личном противоречии и проявляется в проекциях. Тень, с ведром тени нужно разрешать, разрабатывать, погашать путем личной консультации, безусловно. Это процесс ни одного дня, ни одной консультации. Но, тем не менее, осознание человеком всего факта уже есть плюс. Также у мужчины может быть и некое сексуальное расстройство. Если это действительно так, то ему нужно брать язык к сексологу или к сексоботологу. Эти специалисты помогут личности решить свою проблему на данном уровне и тем самым лишат его, по сути, той тяжести, которая уже сама по себе ему не в радость. То есть все, в принципе, лечится. Всего есть своя причина. Главное – это причина найти и устранить. И тогда человек, на самом деле, даже с радостью и с облегчением вдохнет от того, что больше нет у него вот этого вот постоянного стремления, непонятно куда, непонятно зачем, для чего. И это лишь только портит ему жизнь и создает ненужные проблемы, хлопоты и так далее. Другое дело, что мужчине сложно признать свою слабость. Сложно признать, что ему нужна помощь. Вот это унижение даже для человека. Но если вы, например, или кто-то другой последователем, постепенно, терпеливо будете объяснять ему, что он сам себе вредит, то есть большая вероятность, что мужчина одумается, признает, что ему нужна помощь и обратиться все-таки к специалисту. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Благодарю. Благодарсь вы. Продолжение следует...